Подтягивания с отягощением и взрывные отжимания на брусьях – это минимум, который по утрам выполняет в парке Николай Крюков. Мужчина работает в службе техподдержки, мало двигается и поэтому в свободное от работы время старается поддерживать физическую форму. Занимаюсь больше для себя, для здоровья, то есть как таковым профессиональным спортсменом не являюсь. Просто хотел похудеть, улучшить форму, ну а дальше уже просто интересно развивать функциональные навыки. По мнению фитнес-тренеров, даже в жару отказываться от тренировок не стоит, но нужно перенести их на часы, когда не слишком душно – раннее утро или поздний вечер. Пить много воды в идеале с калимым огнем, чтобы поддержать баланс электролитов в организме и перед тренировкой завтракать. Есть нужно обязательно, потому что если вы не будете есть, у вас не будет просто сил на выполнение упражнений. Ну, за исключением беговых тренировок, что-то легкое, это может быть, если нет голода, можно съесть йогурт-банан, то есть йогурт-белки, банан-углеводы быстрые, которые дадут вам энергию на тренировке. И если все-таки вы привыкли есть, завтракать нормально. По мнению инструктора, летом заниматься лучше в фитнес-клубе, где есть кондиционеры и фонтанчики с водой. А если вы предпочитаете открытую спортплощадку, не перегружайте себя чрезмерными нагрузками. Сейчас Наташа мне покажет комплекс упражнений, которые может выполнить любой желающий, готовый поддержать себя в хорошей физической форме. Первое упражнение – базовое приседание с резинкой вокруг бедер. Его считают королем упражнений, потому что здесь включаются практически все мышцы тела – ног, бедер, приводящие мышцы, ягодицы, нижней части спины, нижней части пресса. И ты ставишь ноги так, чтобы резинка была натянута, носочки разверни немножко врозь. И садишься вниз, таз отводя назад. Да, то есть как будто ты хочешь сесть на стул. Корпус наклоняй вперед, колени выводишь сильно. И колени разворачивай чуть-чуть наружу в процессе, ага, да, чтобы резинка натягивалась. Так у тебя будут лучше включаться ягодицы. Это упражнение нужно делать 12 раз по 3-4 подхода. Далее выпады на месте. Они нагружают квадрицепсы, заднее бедро, ягодицы. Также работают мышцы нижней части спины и пресса. Руки бери перед собой. И вот отсюда, от тазобедренного сустава, ты наклоняешь корпус вперед и садишься вниз. Вот ты держишься вертикально, так идет акцент больше на ноги. А если мы девочки, нам зачем ноги уж прям такие сильные? Нам, нет, ноги нужны, конечно, но не до такой. Мы хотим ягодицы больше. То есть мы наклоняемся чуть вперед. Дальше выполняем махи ногами. Это изолированные упражнения на ягодице. По три подхода из 8-15 повторов с отдыхом на 1-2 минуты. Наклоняешься чуть вперед, отводишь таз назад, резинка натянута и делаешь мах, сокращая ягодицу. Я сейчас покажу чуть-чуть сбоку. Колено не сгибай сильно, таз ровно и отводи ногу назад. Вот так. За счет сокращения ягодицы. Мах. Мах назад, сжимаешь ягодицу. Да, колено ровно. Да, вот здесь должна у тебя напрягаться. Корпус фиксирован. Только в тазобедренном суставе движения. Да, и не будет у тебя. И живот внутрь направляй. Теперь выполним упражнение на верхнюю группу мышц. Подтягивания. Подтянуться может далеко не каждый. Для этого можно использовать специальные резинки. Если вы не умеете еще пока подтягиваться без приспособлений, слабые руки, не очень развитые мышцы, то можно использовать всевозможные резинки. И чем толще резинка, тем больше веса вашего тела она компенсирует во время упражнения. Наступай прям на пол, прям смелее. Да, и вторую вставление. Ну, не должна, а чай. Ага. Так. Теперь берешься руками. Повисай. Вот. Ага. И в верхней точке сводишь лопатки. Давай, давай, давай. Далее отжимания. Для облегчения задачи можно использовать возвышение. Это тоже базовое упражнение, при котором работает много мышц. Тут тоже три подхода? Да. Давай, Вика. А по сколько? Ну, минимум хотя бы по 8. 8-10. Да, на ширине плеч. Вставай поближе немножко ногами, чтобы локти, вернее, чтобы плечи были и ладошки на одной линии. Живот направляй к спине, не прогибайся. И сгибай локти назад. Да. И поднимаешься. Здесь прекрасно работает верхняя часть спины, плечи, грудные мышцы. То есть это тоже как раз для осанки прекрасное упражнение. Даже не только для того, чтобы были какие-то там сильные руки, да, а именно вот для того, чтобы была ровная спина, сильная спина, чтобы она держала позвоночник. И мы во время нашей сидячей работы не потеряли свою осанку. Специальные резинки в фитнесе применяют для разных целей. К примеру, длинная резинка для подтягиваний компенсирует часть вашего веса, позволяя выполнить упражнения технически правильно и при этом укрепить руки. А короткие резинки применяют для дополнительной нагрузки на мышцы, чтобы усилить результат. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.